Мы снова встречаемся в программе «Будьте здоровы!». Приветствую вас и желаю бодрого самочувствия. Я, Татьяна Ситникова, спешу добавить. Сегодня у нас собралась отличная компания сторонников здорового образа жизни. Компания мне улыбается, я с удовольствием ее представляю. Василий Зонов, директор компании «Ключ здоровья». Вот компания, компания «Ключ здоровья». Но я думаю, что, Василий Васильевич, вы уже в рекомендациях не нуждаетесь. Здравствуйте. С удовольствием встречаемся с вами в очередной раз на нашей площадке. И еще один гость, сторонник здорового образа жизни и большой профессионал, я так думаю, в этой теме, Александр Анатольевич Соболев, главный врач Кировской клинической больницы номер 7 имени Юровой, руководитель регионального эндопинологического центра. Все верно, все регалии. Ну что, вот такая компания. Позвольте небольшое вступление к программе. Как же мы все-таки собрались все вместе? Вот посвятить цикл программ здоровому образу жизни, о чем так много сейчас говорится, только бы осталось как-то поплотнее, поконкретнее наполнить эту тему реальным содержанием. В общем-то, взяться за эту тему мы решили коллективно. И сторонники нашлись быстро. Ну вот, к примеру, Василий Зонов. Да, Василий Зонов откликнулся сразу, да, вот почему так приняли, охотно предложение. И почему я принял это предложение. Ключ здоровья – это компания, которая, в общем-то, заботится о здоровье горожан. И наша миссия, наша задача – вдохновить их на введение здорового образа жизни, просветить насчет опасностей, которые существуют в нашей жизни с точки зрения ухудшения своего здоровья. Как его сохранить, как жить дольше. Даже проходишь мимо Ваших киосков, я уже знаю, на 90% человек состоит из воды, всевозможные содержания, какая должна быть правильная вода. Ну, в общем-то, действительно, такое обучение идет правильно, да? Ну, потому что доступность и качество питьевой воды, оно во многом определяет здоровье нации. Та нация, которая имеет доступ к качественной воде, она живет дольше, она здоровее. И каждый отдельный человек в этой нации тоже здоровее, живет дольше. Ну, судя по тому, как Вы выглядите, я не знаю, конечно, сколько Вам лет, Вы откроете у меня этот секрет, мужчина, может быть, и приоткроете. Ну, в седьмом десятке я уже сижу. Глубого как звучит, да? Вас надо видеть одним словом. Я так думаю, что Вы этим занимаетесь реально. Мы пригласили Василия стать ведущим этой программы, как Вы уже поняли, человека. И профессионально, своим делом несет здоровую тему в жизни, и сам следует этому делу. Ну, в общем-то, я его с удовольствием поддержу. Но мы выступаем в роли, ну, так сказать, обывателей. Можем иногда, наверное, в чем-то и схлестнуться, и не согласиться. И нам очень хотелось, чтобы на площадке программы присутствовал профессионал, медик, который занимается этим профессионально, занимается, видит людей, которые болеют вот из-за того, что элементарно, ну, так, ну, невнимательно относится к своему здоровью. И вот такое предложение принял у нас как раз Александр Анатольевич Соболев. Ну, а как у Вас со здоровым образом жизни, Александр Анатольевич, в личном плане? Хотелось бы лучше, но я стремлюсь, чтобы именно образ жизни был здоровым. Значит, несколько слов буквально по поводу моего участия, да, как я его здесь вижу и представляю себе. В связи с тем, что я достаточно немалую часть своей жизни профессионально занимаюсь, занимался эндокринологией, я, наверное, да не наверное, а точно достаточно давно столкнулся с тем, что многие вещи, многие заболевания, которые именно связаны с нашей спецификой, то есть с эндокринной патологией, они напрямую зависят от образа жизни. И поэтому достаточно давно уже пришел к такому выводу, что лично моя цель, цель моих коллег, именно заниматься в том числе, помимо основной профессиональной деятельности, так называемой просвидетельской деятельностью, то есть как раз вот, что традиционно принято называть здоровым образом жизни. Ну, как мы договорились, конкретные рекомендации, опираясь на жизненные факты, случай с практикой. Наверное, таким образом. Кстати, Василий, вы знаете, вот, я вот прикинула, по-моему, лет 13-14 назад появился ключ здоровья впервые в городе. Да, 14 лет назад. Это был первый киоск, да? Был первый киоск в Кире, был первый киоск в России и даже в мире, скорее всего. Вот, то есть технология... Вот так, в книгу рекордов Гиннеса, может, куда-нибудь попробовать шагнуть нужно, а? А сейчас в 40 городах России. То есть вы, в общем-то, шагая в дело, думая о своем бизнесе, вы думали, и такой немаловажный фактор, ну, ставили, делали ставку на здоровье. Конечно. Такая серьезная была перспектива. Конечно, это, в общем-то, для меня, это был важный аспект в деятельности, в бизнесе. Я не могу вести бизнес, который, ну, который, скажем, сдавать деньги... Противоречит вашему взгляду, да, в ломбарде, там, торговать наркотиками или чем-то такое. То есть деньги тоже пахнут. И когда бизнес благой, когда он, то есть, в войне приятнее вести. Ну, в школе мы заявили, что сейчас такая модная тема здоровый образ жизни, все об этом говорят. А давайте все-таки реально оценивать. Все-таки больше разговоров или это сейчас действительно тема, которой народ проникся уже? Ваши ощущения, вот, на примере кировчан? Вы знаете, у меня складывается впечатление, что сейчас вот у нас очень удачная ситуация, когда сошлись два отношения к этой проблеме с двух сторон. То есть как такового обывателя, гражданина, жителя нашей Кировской, в частности, области или в целом Российской Федерации и политики власти. То есть мы, я вот по своей системе, по системе здравоохранения очевидно вижу. А что, дистанция огромного размера? Нет, почему? Я не вижу дистанцию. Удачно очень совпадение. Совпадение? Да, если мы только каждый индивидуально будем заниматься, это одна составляющая. Это очень серьезные проблемы, в общем-то, которые определяют демографию в том числе. И политика, которая, в общем-то, действительно немаловажную роль играет. Если вот эти составляющие сходятся, то мы по итогу получаем качество жизни, я имею в виду сейчас медицинскую составляющую качества жизни. Мы получаем продолжительность жизни, он не просто существует и проживает определенное количество лет, но он живет качественно, плодотворно, принося в том числе экономическую составляющую. То есть ваша оценка в этом плане, наш регион довольно благополучен. Сейчас эти дороги сходятся. И сказать о том, что это ведь в сравнении все воспринимается. Я могу только одно сказать, что в нашем регионе, очевидно, делается много. И население проникается этим. Система здравоохранения, как один из органов исполнительной власти, достаточно эффективно работает. Ну, я имею в виду департамент здравоохранения, да. Соответственно, медицинские учреждения, каждые коллеги, медицинские работники прониклись этим духом. У нас целая система сейчас разработана. У нас центры здоровья существуют. Мы активно занимаемся диспансеризацией. Это ведь тоже элемент политики, в том числе, понимаете. И это, я вот могу отследить, это практически два последних года, это очень активно развивается. Смотрите, какая активная работа идет против табакокурения. Это же замечательно. Это государственная политика, это здорово. Второй момент. Антиалкогольный результат. Вы хотите, если людей приучили на общество, столетиями, даже уже не десятилетиями. И особенно в последние 25 лет мы активно здесь же вообще не сдерживалось это. Наоборот, постоянно шла реклама. По сути дела, навязывание каких-то привычек дурных. Ведь это ведь элементы зависимости. Табака, курение – элемент зависимости. Употребление алкоголя – элемент зависимости. Азартные игры – элемент зависимости. То есть на пороках кто-то делает бизнес, и в конечном итоге это скажется на здоровье населения в целом. Хочу своего ведущего, соведущего пригласить к разговору. Василий, вот мне кажется, все-таки, вот прав, конечно, да, Александр Анатольевич, немало делается. Но вот индивидуально люди, ну, весьма по-разному относятся вот к этой теме. Ну, наплевательского отношения, это же диспансеризация, да, вот, например, «Попробуйте не на Аркане», там, «Центры здоровья» и так далее. Предложение массы, а делаем ли мы ответный ход, пока не прижмет нас вот так вот, да? Ну да, мне тоже кажется, что здесь усилия вот каждого человека персонально над собой, над своим ближним кругом, семьей, они все-таки, вот, они являются, они дают результат. Любая пропаганда, любые действия правительства, любых других органов, они могут только потолкнуть, вот, но, как бы, не понудить. Вот тут должно быть… Способствовать. Способствовать. Тут должно быть разумно, осознательно начало, как по-своему, главы к семье хотя бы, которые… А вот семейные, я говорю, начинайте с там. …доставляют посеять хорошие привычки и исключить плохие, предостыречь об опасностях и привык… Может, мы тоже посеем? Посеем. Ну, это добрая, 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 хорошая сегодня наша идея такая. Да, использовать наши 20 минут именно, вот, в том числе и для… Ну, что ж, вы определили регламент, да, сейчас уже действительно, наверное, к эпицентру наша программа приближается, как-то начиная разговор. Так, мы заявили эту тему, давайте сейчас определимся, из каких кирпичиков, что называется, складывается, вот, зоже здоровый образ жизни, на ваш взгляд. Ну, давайте начну я. Ну, вот, например, для меня, например, очень важен момент экология, воздух, которым мы дышим, ну, я не знаю, конечно, будет желательно жить, наверное, где-то на берегу, вода, которую мы пьем. Кстати, вот, верная статистика, по-моему, вы сказали, да, Александр Анатольевич, если мы пьем некачественную воду, минус 5 лет… В среднем популяции, продолжительность жизни снижается на 5 лет. Тобака, курение – минус 2. Это данная всемирная организация. То есть, это официальная статистика, да, вот такая. По миру я тоже читал эту статистику. Это эпидемиологические исследования практически на всех континентах, на всех странах, и вот такие цифры выведены. Василий, продолжите. Вот, а я читал, значит, еще такие факторы, значит, пирамида Маслова, которая… Строи пирамиды, конечно. Да, вот это. В основании я видел у нее физическую активность. Физическая активность. Затем следующий этаж – это питание, здоровое питание, вода, пища. Третий этаж – это отсутствие стрессов, достаточный сон. Что-то типа, потому что… Наверное, да, но это вот так, неважный момент. Ну, экологическая среда, чем мы дышим там тоже. Ну, и в конце любимое дело там, по-моему, самое-то, когда человек работал на работу. С интересом живет, увлеченный. Да, он, когда увлеченный, у него есть интерес жизни, а это влияет на физическое здоровье, у него лучше себя чувствовать. Дорога больше живет. Дочек, как бы вы построили пирамиду? Вот, например, давайте опять же согласно нашему региону. Спасибо, я эту пирамиду, безусловно, не буду. Разрешать не будете? Нет, я просто несколько… Нет, а принципиальные вещи именно так, если я праве об этом судить. Вот, действительно, по сути дела, если мы проанализируем вот всю пирамиду, ее составляющую, это возвращение к так называемому здоровому образу жизни. То есть, это процесс, в процессе эволюции человек сформировался как физическое существо, как биологическое, ну и в конечном итоге как интеллектуальное существо, да? Это социальное, ну существо здесь не подходит, наверное, да, как социальный член общества, скажем так, да? Так, так, куда вы клоните? Я клоню к тому, что, в принципе, вот есть такое понятие болезни цивилизации. То есть, человек адаптирован к определенным физическим нагрузкам, чтобы себя хорошо чувствовать и продолжительно жить, да? Вот. Второй момент. Он должен правильно питаться. Все-таки наш организм в процессе тысячелетней эволюции привык к каким-то более простым видам пищи. Естественным натуральным. Естественным натуральным. Без каких-то химических добавок, алиматизаторов и многого всего прочего, да? Ну и, понятно, составляющая. Социально мы никуда не уйдем, мы же все-таки социальное существо, да? Люди. Вот. Мы живем в обществе, естественно, такие вещи, как, допустим, жизнь или в сельской местности, или в урбанизированном городе, или, допустим, ты занимаешься высокоинтеллектуальной работой, или ты занимаешься физическим трудом. Здесь тоже много составляющих. В принципе, это все соответствует этой пирамиде. Наша задача, наверное, вот сейчас, в короткий промежуток времени, все-таки для себя выстроить определенную модель. Вот как конкретному индивидууму сейчас просто существовать, а жить эффективно, качественно, долго. Ну, может быть, тогда мы определим какие-то зоны риска, о которых стоит говорить? Безусловно, есть факторы, на которые мы не сможем влиять, да? То есть внешние факторы, на которые... Ну, уж если живем здесь, так живем, да? Да, есть вот такие составляющие. Ну, как вот мы можем влиять, вот сейчас уже возвращаясь к сообществу человеческому, вот, допустим, пол, пол нам предопределил. Следующий момент, допустим, возраст, на возраст как? Некоторые вы меняют, да? Ну, да не дай бог. Ну, да, это... сейчас это действительно... Веркоп. Да. Тоже болезнь, не меня. Только если в этом необходимость. Вот, второй момент. Это, получается, да, пол, возраст, к сожалению, мы на него влиять не можем. Там все происходит, как происходит, да? Вот. Ну, как Вы сказали, качественно наполнить свою жизнь в любом возрасте. Вот самый главный момент и главная идея темы здорового образа жизни. Ну, есть вещи, на которые мы, безусловно, каждый из нас в отдельности, есть вещи, на которые можно влиять, ну, скажем так, со стороны государства, может быть, программы, там, национальные, еще какие-то составляющие, да, когда... Вот тут централизованно все делается. То есть, допустим, наличие, там, химической промышленности в регионе, допустим, там, использование честных сооружений. Это все вопросы уже государственной политики. Но есть еще моменты, на которые мы можем влиять каждый индивидуально. В принципе, это и есть понятие здорового образа жизни. Ну, вот, я почему, допустим, мы, я так понимаю, планируем программу, которая связана с предупреждением профилактики, в том числе эндокринной патологии, да, в частности, сахарного диабета, ожирения, заболевания щитовидной железы. Они во многом сопряжены вот с этими проблемами и нашим личным, индивидуальным отношением к этой проблеме. К предупреждению, точнее, этих проблем. Что я подразумеваю в виду, имею в виду? Допустим, мы можем активно влиять на физическую активность. Вот мы основополагающие сделаем, я считаю, что это действительно краеугольный камень, да, физическая активность. Она ведь может быть фитнес, да, это может быть какие-то полуспортивные, спортивные нагрузки, а это может быть ежедневные бытовые нагрузки. Это просто элементарно спокойная ходьба, но регулярно, ежедневно. Это огромный вклад в продолжительную жизнь и в качество жизни, и в здоровье конкретного. Я могу конкретный пример привести до иллюстрации. Если, допустим, у человека начинает повышаться уровень сахара крови на начальных этапах, допустим, при манифесте сахарного диабета второго типа, пусть это будет 6,4, допустим, или 7, вот. И если человек, допустим, час будет просто гулять, то через час, если мы поверим уровень сахара крови, он у него будет ниже 5. Нет, это же действительно так. Абсолютно. Без всяких там лекарств, без всего этого. Абсолютно. Это отработано. Даже с пациентами. Ну это же так просто, вот элементарно, а? Ну ведь мы это с вами, многие не знают об этом. И наша задача, вот в том числе, пользуясь рамками этой программы, эту информацию постараться довести. И я надеюсь, что в дальнейшем, вот в следующих наших передачах, мы более подробно на этих вещах расскажем. Сколько нужно ходить, да, в каком направлении. Василий, Василий, я уже сказала о вашей отличной спортивной форме, вот ваш стиль жизни, физические нагрузки, личный опыт. Ну вот, если мы сейчас говорили про бег, Александр Анатольевич говорил про ходьбу, вернее, действительно, это такой доступный, в общем-то, не требующий ни от стадионов, ничего, какого-то оборудования, вид спорта, нагрузки, которые, в общем-то, и зимой, и летом, весной, и осенью, он всегда, так сказать, нам доступен. Вот, для этого не нужно ничего. Значит, но, вот я этим тоже занимаюсь. Я не бегаю, щежу в свои колени, связки и так далее, спину. А быстрый шаг с частотой, два шага в секунду, значит, чтоб пульс где-то был порядка, там, 130, чтоб слегка потеть, вот. И, ок, 10 километров в день. Это, ну, где-то час 10. Это ваша обычная, обычная жизнь, да? Вот это так. Понабида, знаете, частенько так, вот на Кургином, от вечного дня до моста, два с половиной таких конца, это как раз 10 километров. Можно сразу вопрос. Ходьба с лежными палками, какая-то она как-то называется... Скандинавская ходьба. Скандинавская ходьба. Это, вот, я так иногда смотрю, как на чудаков, особенно пожилые люди. А ваша оттенка? В этом есть, извините, я с чем-то... Да, здесь, почему такая появилась, на первый взгляд, странная форма, да? Ходьба, то действительно, эти люди, когда люди не посвящены окружающим, вызывают недоумение, как минимум, да? Лечь идет о чем? Если, допустим, человек... В общем, в любом процессе движения желательно, чтобы максимально были задействованы все мышцы, то есть весь организм. Если, допустим, мы идем, двигаемся, пусть мы ходим свои 5 километров, засунув руки в карман, это уже не физиологично. Ну да, мы даем определенные нагрузки, но даем нагрузки неравномерные на все мышцы. И в то время, когда человек идет со скандинавскими палками, в виде, ну, как метод скандинавской ходьбы, то практически, вот я сейчас как раз в студии показываю, да, практически задействованы все мышцы, то есть работают мышцы рук, мышцы ног, мышцы ног, условно, да, диафрагма, легкие дышат по-другому, то есть все взаимосвязано. Нагрузка на опорно-двигатель на парад совсем другая. Это вопрос и физиология уже. Сколько при этом человек должен выпивать воды? Вопрос газонного. Это ведь тоже норма, да? Вы знаете, вот, в общем-то, те же данные Всемирной организации здравоохранения, говорят о том, что качество питьевой воды, оно, вода, вернее, должна обладать не только качеством, она должна быть безопасной с точки зрения бактериологии, химии, но, кроме того, она должна иметь и полезное вещество, кальций, калий, магний, йод в тормовых количествах. Вот. Важно качество, но также важно количество. То есть объем воды выпиваемым человеком, который рассчитывается по формуле 30 граммов на килограмм веса, это 80-килограммовый человек должен 2,40 литра в сутки выпивать. Даже без физических нагрузок? Без особых. Это как бы база. Если ты потеешь, если ты занимаешься физическими нагрузками, либо спортом, ты должен пивать больше. Это обеспечивает... Извините, маленькое дополнение. Вопрос, как говорится, достаточно принципиальный. Речь идет о здоровом человеке, который не имеет проблем ни с артериальной гипертензией, не имеет проблем с недостаточностью прообращения. Вот. Физиологическая норма, если человек, допустим, занимается средними физическими нагрузками, полтора-два литра в сутки. Если более интенсивные нагрузки, конечно, количество воды увеличивается, потому что это связано с тем, что человек теряет жидкость через потовые железы, и опять же при акте дыхания достаточно интенсивно идет... Главное, что водичка-то хорошащая была. Безусловно, нет. Это с неуполождающая. Это даже не обсуждается. Да, вот таким образом. А я читал набор, что... Ну, как бы я, конечно, не врач, естественно, в какой-то, может быть, неправильной точкой за невыражение, но большое, обильное питье воды, чрезмерное даже через... Как дети, они всегда маленькие дети, много пьют, дулят, как вот говорят. У них природа еще не приплепился этот инстинкт. Вот, естественно. Ну, они пьют и писают, пьют и писают, да. Промываются склеры, глаз становятся чистыми, меньше шлаков в организме остается, из-за этого он здоровее. То есть, вода никогда не бывает лишней. Если медицинские показания этому не препятствуют, то ее надо пить. Мне кажется, тот момент индивидуальности... Безусловно, употребление воды – это безусловный рефлекс. То есть, у нас есть понятие такое, цен жажды. Он сам регулирует количество жидкости, которые человек должен пить. Другой момент. Что он пьет? Вот. Каким образом он принимает эту жидкость? И в какое время? Какое время? Здесь, вот, мы можем в этот процесс вмешиваться в позитивном плане. То есть, процесс употребления воды – это достаточно сложная и важная составляющая нашей жизни. Это не просто так. Это очень серьезная вещь. То есть, это разумно. Да. Александр Анатольевич, Вы сказали, что мы в эфире 20 минут, я поспорить не могу. Может быть, то, на чем мы сейчас закончили, вот именно питьевой водный баланс, это будет в какой-то степени продолжением нашего разговора при следующей встрече. Что скажете? Я вот таким образом, я все-таки должен сказать, немаловажно, помимо физической активности воды, употребления воды, еще и игра от руль, правильное питание, как таково. И вот следующее, допустим, в нашей передаче, я думаю, что немалый акцент надо сделать вот именно в правильном питании. Что мы пьем, что мы кушаем. Да. Правильное питание, физическая активность, ну и, естественно, употребление той воды, которую необходимо употреблять. Кстати, вот, когда сейчас жаркое лето, я надеюсь, все-таки оно не закончится, хотя пугать, что июль будет не очень такой. Вот хочется много пить. Стоит лучше себя ограничить, сдерживать? Здесь не надо. Или не надо? Нет, нет. Организм, он подсказывает, если он чувство жажды, ведь это саморегулирующий механизм. Если, допустим, нет соматических заболеваний, то организм сам подскажет, сколько нужно жидкости. Это принцип обратной связи. Сколько жидкости потеряно микроэлементов, столько организм подсказывает, нужно выпить. Женский вопрос, а утром выпьешь много водички, а утром отек под глазами, это уже признак того, что чего-то там такое неправильно, да, в организме, а? Ну, вы знаете, бывают ситуации, когда достаточно физиологичные такие вещи, когда это анатомические особенности, лица, подкожно-жировой клетчатки зависит. Я думаю, что здесь эстетика не основополагающая. И отеки чаще всего все-таки возникают, когда нарушен солевой баланс. Солевой, да. Когда мы чрезмерно употребляем натрий-хлор, то есть поваренную соль. Вот она задерживает жидкость, да, безусловно, особенно в той части подкожно-жировой клетчатки, ну, наиболее рыхлой. В частности, под... Не буду скрывать, вопрос лично меня интересуется. Да, вот видите, сколько тонкостей получается. Мы нырнули в самые обычные темы. Что пьем, что едим, да, как ходим, в конце концов. Значит, нам есть размахнуться, да, и о чем еще поговорить. Это была программа «Будьте здоровы», в которой участвовали Василий Изонов, директор компании «Пред здоровье», Александр Анатольевич Соболев, главный врач Кировской клинической больницы номер 7, имени Юрловой. Мы обязательно будем продолжать. Мы будем бороться за здоровый образ жизни. Ну, я надеюсь, показывает в чем-то пример. Спасибо. Продолжение следует. Да, договорились? Спасибо. До свидания. Спасибо.